Во времени давайте суммируем с вами знания, чтобы пойти дальше. Итак, лечебные свойства рябины. Подводим итоги. Нормализация обменных процессов. Очень важно. Сегодня, кстати, поговорим и о ожирении в том числе, и так таковом, и от лишних 2-3 кг в том числе. То есть нормализация веса. Как использовать рябину. Противоспалительный эффект есть отличный. Мы с вами знаем, что противовоспалительный эффект идет фоном практически у всех растений. И здесь даже можно не сомневаться. Он есть. Просто у разных растений он выражен в отношении тех или иных систем и органов слабее или сильнее. В зависимости от того, какие, конечно, вещества и суммарно, что находится в растении. Поскольку, когда выделяешь вещество, одно, оно может так не работать, как работает лист, заваренный в целом. Понижает холестерин. Да, мы об этом разговаривали. Ангиопротекторный, то есть капилляро, укрепляющий эффект. Отличный. Антиоксидантный. Да, доказано. Ранозаживляющий, крововосстанавливающий. Ранозаживляющий, вспомним сегодня и масло в том числе. Его супер свойства грануляции. Стимулирует кроветворение. Противогрибковые свойства. Супер. Даже герпес. Это здесь есть. Кстати, при герпесе мы тоже можем прикладывать свежие ягоды или же сок. Можем морозить и также использовать местно. Отлично помогает. Масло в том числе. Корректор стула. Сегодня поговорим о том, что такое корректор. Потому что многие путаются. Некоторые растения могут закреплять. И в то же время в некоторых источниках пишут. Да нет, они не закрепляют. Они помогают при запорах. Вот сегодня разберемся. При гисбактериозах. Да, супер средство. Дополнительная терапия. Герпесе протекторный эффект. Конечно, доказанный. Противомикробный, вирусный, противопротозойный, ранозаживляющий, желчегонный, мочегонный антигипексант. Ацербирует. Да, уменьшает газообразование. Показания. Гиповитаминозы. Мы с вами запомнили это. Что это самые лучшие витамины, которые могут быть. Теперь ягоды мы с вами включаем в рацион. Если есть свободное место на участке, мы можем посадить и калину, и рябину. Кстати, есть садовые сорта, которые менее горькие и очень приятные на вкус. Микроэлементозы, макроэлементозы. При нехватке микро- и макроэлементов в комплексной терапии. Витамина. Рябина. Это первая витаминка. Это первый помощник. Они имеют различного генеза, но в том числе железодефицитные. Вспоминайте, кстати, о том, что в ней содержится и железо в том числе. И, кстати, не только. Вернитесь в табличку и посмотрите, сколько там микроэлементов. Дисбактериозы. Диспенезия желчеводящих путей. Геморрой. Да, масло отлично помогает при геморрое. Холециститы. Гастриты. Большая часть из пониженной секреции. Диабет. При диабете лучше работают доказаны водные настойки. И водная. И делаем настойку из листьев, ягод и веточек. И ее также принимаем по чайной ложке 1-2 раза в день, месяц. Потом делаем перерыв, потом снова применяем. При сахарном диабете обязательно схему разрабатываем с фитотерапевтом. Грамотный, который знает, что такое сахарный диабет. Знает его причины. У любого фитотерапевта, прежде чем подлечиться с сахарным диабетом, узнайте у него в беседе, а не просто так. Какие бы он назначил травы при сахарном диабете и чем они могут помочь. Грамотный фитотерапевт вам расскажет, какие травы применяются при ангиопотехе, при ретинопотехе. Какие травы с каким механизмом помогают регулировать, допустим, при сахарном диабете 2-го типа чувствительность повышают рецепторов поджелудочной железы к инсулину. Да, есть и такие травы. Дальше. И среди них рябина как дополнительный помощник. Она снижает сахар только незначительно, но, конечно, в большой системе других растений. Одна, конечно, она не воин при сахарном диабете. Как первая, так и второго типа. Гипертоническая болезнь. Мы с вами говорили, и при атеросклерозе у вас отличный рецепт. Кожные заболевания, бородавки. ОРВИ и компания оговаривали. Отличные противовирусные свойства. Восстановление после нагрузок. Заваривайте чай, если поработали. Не забывайте о таволге. О ней мы будем дальше разговаривать. В следующем уроке. И именно таволжный чай всегда пили косари на Руси. Для того, чтобы восстановить силы мышечный тонус. Для того, чтобы вывести мочевую кислоту из организма. Быть в тонусе и быть работоспособным. Это таволга, это рябина. Кстати, сочетаются. Восстановление после болезни. Да, в комплексе применяем. Гепатохолециститы, гепатиты. Гепатиты разные. Естественно, в комплексной терапии. Пилонефрит и циститы. Комплексная терапия. Дисменария, алькодисменария. То есть нерегулярные месячные и болезненные менструации в том числе. При бесплодии рябина, кстати, тоже первый помощник в системе, в комплексном оздоровлении. Простатиты, аденомы в том числе. Но не одна, а здесь обязательно комплекс. Если это хронический простатит или алькодисменарии, то, к сожалению, одной рябиной здесь не обойдемся. Нам нужен все-таки комплекс. Задержка развития у детей. Такие вещи, как задержка речевого развития, задержка психоречевого развития. Конечно, эти вещи решаются только с фитотерапевтом. Это хронические или даже это посттравматические, может быть, какие-то вещи. Но тем не менее, отлично помогает и настойка, и другие. И настойку мы можем деалкоголизировать, кстати, и водные экстракты из рябины красной. Не забывайте об этом, держите всегда это в голове. Рябина лечит диарею или запор. Вернулись мы к этой теме. Да, действительно, рябина это корректор. И таких растений действительно очень много. Но сейчас мы о ней и вообще о ягодах. Какие ягоды еще являются корректором метаболизма и в том числе нашего кишечника? Да, первое это та же черника. Потому что если ее поесть много в свежем виде, то часто или голубика, она спослабляет. А если это сухая, то мы варим кисели, как мы знаем. И получаем закрепляющий эффект. А рябина лучше работает как послабляющая. Если это сок, если она замороженная, вы делаете из нее смузи, допустим. Так как и из калины, из других ягод можно делать вкусные смузи. И добавлять туда лен, не забывайте, для очищения кишечника. А крепит лучше действительно сухая рябина, как и черника. Впрочем, как и другие ягоды. Вот весь секрет. Показания к применению рябинового масла мы не забываем. Во-первых, это отличная рана и язвозаживляющая вещь. Действительно, которая делает рубцы более мягкими. Они быстрее регенерируют. Это масло действительно после ожогов лучше, чем облепиховое. Это доказанный факт. Язвенная болезнь, конечно, в период ремиссии. Как принимаем месяц по одной чайной ложечке утром и в обед перед едой. Одна чайная ложечка, не столовая. Нормализация обменных процессов. Да, поговорим дальше. Холециститы, гепатиты. Заболевания опорно-двигательного аппарата. Делаем растирки, делаем аппликации. Принимаем по чайной ложечке в течение месяца, двух, один или два раза в день для улучшения памяти. Для поднятия защитных сил организма. Для того, чтобы организм был ваш крепче. Масло черноплодной рябины. Очень хорошо применять при гипертонии. Не забывайте об этом. Как его делать, мы с вами знаем. Я вам высылаю эти уроки в текстовом формате. Выбирайте нужные файлы. Можете их себе скомпоновать. Отдельно распечатать. Они на светлом фоне. Вам будет очень удобно. Будет своеобразная важная книжечка. Важных вещей, которые вы себе наметили сделать в этом году. Обязательно это сделайте. Кровоточивость. Это десна. Не забывайте. Масло можно мазать. Делать аппликации. Отлично помогает. Можно воспользоваться старым дедовским методом. Это сосание масла. Что это такое? Мы берем рябиновое масло. Чуть больше чайной ложки десертную где-то до столовой. И начинаем во рту сосать как конфету. Именно рябиновое масло. Оно абсорбирует многие токсины. А наоборот полезные вещества впитываются в слизистую. Потому что в ртовой полости очень много сосудов. И кровоснабжение здесь очень велико. Язык это язык. Сами понимаете. Масло становится сначала густое. А потом жидкое-жидкое. И вот когда оно стало жидкое. Ее нужно выплюнуть и прополоскать рот теплой водой. Делать так можно как детоксикационную терапию некую проводить при различных заболеваниях. От ОРВИ, хронического тензелита 3-4 раза в день. При хронических заболеваниях в том числе. При острых до 5 и более раз. Можно через каждый час делать эту процедуру. И вы поймете, что это действительно работает. Далее. Применение у детей. Есть разные данные. Где-то в какой-то научной литературе написано, что безопасно и эффективно. В какой-то научной литературе я встречала о том, что нельзя до 14 лет. Давайте рябину. Вы знаете, на своем опыте жизненном и на опыте моих коллег, я знаю, что рябина отлично работает. При ОРВИ деткам я ее добавляю. Во-первых, она отлично идет в компоты, в кисели. Немножко мы добавляем. Это отличное поливитаминное средство с медом. Единственное, что из-за горечи мы можем ее давать после 2-3 лет. Поскольку тяжело ребенку что-то давать горькое. Но ведь мы можем добавлять ту же рябину в компот и чуть-чуть подсластить. Вот и все. Мы же детям завариваем травы на компоте. Это же нормально. Да, мы сахар туда не кладем. Можем в теплый уже настой положить пол чайной ложечки меда. Ну, мне так нравятся такие рецепты. На самом деле можно и сахар добавить. Просто целесообразней добавить йод. Мед. Противопоказания. Я бы все-таки отнесла сюда гиперчувствительность. Она бывает крайне редко. Период лактации. Все-таки чаще да. Но если это горькая рябина. Везде имеем разум. Если это горькая рябина, то горечь попадает в молоко. И, естественно, ребенок может отказаться. Если же это период лактации, и у вас уже не очень много молока, и вы чувствуете, что у вас уже плохо с волосами, ногтями и всеми остальными частями тела после родов, по чайной ложечке в месяц можно подобавлять в еду. Лист смешать с медом в день вреда не будет. Особенно садовую форму рябины, которые не горькие. Вот в чем загвоздка. Если это не горькие сорта, пожалуйста, ничего страшного. За месяц не произойдет. По чайной ложечке только польза. Используйте. И потихонечку начните с трех-двух ягодок. И доведите до чайной ложечки. Все-таки при беременности я бы остереглась. Тут неоднозначно все. Горькая. Во-первых, знаете что? Потому что если неделю-две добавлять в чай, потом сделать перерыв и еще недельку. Так, я думаю, можно. А вот если месяцы два и больше, все-таки это способствует сгущению крови. И неизвестно, как это повлияет. Поэтому без фанатизма недельку-полторы в минимальной дозировочке. То есть все-таки считается, что беременность это лучше не трогать. Травы пить можно, но и рябина все-таки здесь отставим. После двухмесячного приема плоды рябины могут способствовать повышению свертываемости крови. Поэтому осторожно, без фанатизма тем, у кого проблемы с венами. Варикозная болезнь и так далее. Но опять я повторяю, более двух месяцев. То есть если вы пьете месяц или используете ее спорадически, как средство для домашней аптечки, то, естественно, это нормально. Рябина фитокосметология. Даже здесь она нам помогает. Сиборея. Здесь говорится о сухой и о жирной. Получим отваром из высушенных плодов. Одна-две столовые ложки на 200-300 миллилитров воды. Можно в термосе. Два часа настояли и ополаскиваем голову. Можете добавить листья, немножко листьев рябины. Можете добавить листья таволги. Даже листьев, если у вас есть той же шелковицы, если растет она понемножечку. Ну и смешивайте с рябиной. Волосы станут густые, блестящие и здоровые. Жирная сиборея. Мучает многих. Рецепт просто великолепный. Сок ягод рябины. Причем его можно на зиму-то замораживать. Даже в кубики. Разморозили. Добавили лимон и чуть-чуть водки. Можно лимон заменить соком петрушки. Это вообще идеально будет. Причем и сок петрушки в том числе можно заморозить. Втираем в кожу головы. Один-два раза в день. Десять-пятнадцать дней. Потом делаем неделю перерыв. И снова курс можно повторить. На курс для зимы все можно заморозить. Рецепт отличный. Пожалуйста, воспользуйтесь. Рябина для кожи. Во-первых, можно ее добавлять в маски для лица. Очень хорошая маска для всех типов кожи. Масса ягод из рябины смешивается с небольшим количеством натурального меда. Проверенного, натурального, повторюсь. Нанесли массу довольно толстым слоем. Затем накрываем лицо и обязательно зону декольте полотенцем. Держим такую маску примерно пятнадцать минут. Курс пятнадцать процедур два раза в неделю. Это чудо маски, которые действительно полезны всем. Масса из ягод из рябины довольно быстро побеждает бородавки. Накладываем на бородавки на 10-15 минут один-два раза в день. Очень важно понять, что местная терапия это отлично. Но очень часто бородавки бывают тогда, когда у нас снижен иммунитет. Поэтому в этом случае, когда едет бородавки, особенно они не один год застарелые, обязательно поговорите с витотерапевтом и проведите детоксикационную терапию, противовирусную, для того, чтобы организм начал бороться. Очень часто, когда поднимается зрение иммунной системы, неспецифический иммунитет становится крепкий, а это можно сделать за 3-4 месяца, кстати, а не за один день или несколько недель. Почему? Потому что наш организм обновляется не один месяц. Допустим, ритроцит сколько живет? Все мы знаем, 3 месяца и так далее. Нам нужно время. Рябина и ожирение. Во-первых, если мы хотим сбросить хотя бы несколько килограмм или более. Ребята, без спорта не обойтись. Когда-то я весила очень много. Я и сейчас не худенькая. Но тем не менее, я за какое-то время похудела на 40 с лишним килограмм. Это много в жизни, как только я не пыталась худеть. Это и диеты, и чай, жуткая летящая ласточка, после которых не выходишь на улицу. Когда была молодой, лет 17-18, полненькая я просто всегда была. Так вот, опыт похудения, знаете, какой? Без спорта не обойтись. Без подсчета калорий в том числе. Вот пересиливайте себя. Это очень просто. Ты неделю-две считаешь и заморачиваешься, а потом ты уже все понимаешь, сколько, где, примерно килокалорий, и что тебе можно сегодня съесть. А почему тебе эту сушку съесть нельзя, потому что тебе нужно будет еще прокопать пологорода, после того, как ты съел эту сушку. То есть фито-диета-терапия очень важна. Обсудите ее с фитотерапевтом. Жевать плоды рябины очень важная штука, но 2-3 штуки, вроде берем, и не более, жуем очень медленно-медленно. Отбивает аппетит. Неделю-две попробуйте, вы поймете, что аппетит действительно отбивает. Если особенно вам хочется съесть все, что не прибито или не поставлено в нужное или ненужное место. Очень хороший сбор. Очень мне нравится, и поэтому я рекомендую тем, кто хочет сбросить пару килограмм, месяц его пропивать совместно с спортом и фито-диета-терапией. Это плоды красной рябины, 1 чайная ложка при каждом заваривании. Трава репешка обыкновенного, отличный гепатопродектор, отличная, кстати, профилактика и против круглых гельминтов, и не только. 30 грамм. Лист березы. Отличное средство, нормализующее обменные процессы, липидный обмен в том числе. Это очень хорошее растение. Корень цикория. Помогает нашему кишечнику. Много инулина. Гепатопродуктивное растение. Очень хорошее. Кстати, можно использовать не только корень, но и траву. Сейчас обязательно соберите, если будет возможность. Трава таволги визолистной. 20 грамм. Отличный вазопродектор. Ангиопродектор, то есть церебропродектор. Вещь очень важная и для обменных процессов в том числе. Корень одуванчика. Не только мочегонная, но и нормализующие обменные процессы. Лист черной смородины, как депурационная, очищающая кровь, очищающая лимфу. Отличный сбор. 1-2 столовые ложки сбора. Почему 1-2? Потому что если у вас 70 килограмм, то 1 ложка. Если у вас около 100 килограмм, то 2 столовые ложки. Сбора на 300-400 миллилитров воды. Многие спрашивают, а почему то 300, то 200 миллилитров воды? Если 2 столовые ложки, то слишком, конечно, густо будет. Но вы можете использовать и 200, и 300. Почему? Потому что здесь важна доза 1 или 2 столовых ложки. Мы смотрим на вес. Чай может быть пожиже, и чай может быть погуще. Поэтому воды можем и 200, и 300 миллилитров взять. Курс 4 недели. Потом мы обязательно, в обязательном порядке, меняем сбор, согласовываем с фитотерапевтом. Будьте здоровы! До следующего урока. Задавайте вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует...